коллеги всем здрасте сегодня у нас практическое программирование очередная серия мы в этот раз поговорим про operation result наверняка вы так или иначе использовали этот подход просто может быть название классов были другие ну в общем надо сказать что очень часто во многих фреймворках я встречаю подобный подход использование какого-то фракера ответа от сервера и давайте собственно говоря поговорим уже непосредственно про ведь и подход существует несколько вариантов ну я в частности знаю всего лишь допустим 3 если вы знаете то пишите есть такой подход как экзепшен наружу то есть вся структура общения с пользователем или допустим и пи когда вы строите на бэкэнде то есть общение с клиентской программы происходит через экзепшен то есть not found экзепшен допустим но то вторая сеток дэпшен или там подобного рода сообщений плюс этого подхода в том что вы можете экзепшен устраивать winner экзепшен то есть во внутренней вложенной и таким образом поднимать наружу всю весь стек событий который происходил непосредственно при вызове определенного запроса если вы делаете запрос какой-то простой ну вообще-то смысла этого нет выкидывать экзепшен но бывает такое что один запрос тянет за собой другой другой третий и вложенность имеет значение и непосредственно важно узнать какой был результат первого ну или допустим есть у вас not found а он может быть виноват не потому что не найдено потому что у вас нету прав или еще что-то там внутри в глубине там в дебрях бизнес-логики в общем такой подходит имеет имеет место быть и достаточно часто он давным-давно используется вернее даже не использовался минус такого подхода естественно существует потому что все что выкидывает экзепшен так или иначе прописывается в логирование и при подходе микросервисный архитектур то есть при микросервисной архитектуре вот эти все экзепшены не логируются и никакого плюса они не дают потому что вы видите экзепшены конкретно в конкретном сервисе а с чем она связана ну в общем на самом деле очень сложно и следить но и когда у вас все логи там пестрят красными ирорами экзепшенами на самом деле напрягает глаз если не сказать больше есть еще подход который называется http статус код то есть когда вы непосредственно в api дергаете какой-то запрос там на get или пост и результатом вам приходит bad request или ok то есть 200 или там или 503 допустим ошибка авторизации или там 31 допустим что закешировано или допустим 204 что крейтед то есть вот это вот код который показывается пользователю то есть про разработчику приходится на клиенте до обрабатывать есть там 204 получил то есть запись создана то пользователю нужно написать сообщение соответственно успешно созданное сделать ему редилект на нужную страницу в общем такой подход тоже имеет место быть но надо сказать что вот это вот обработка да вот этих кодов или кодов от этих кодов да она на самом деле работает но не очень правильно в том смысле если вас подключается локализация это вам нужно обрабатывать код с разным языком в общем сложности все-таки появляется ну и опять же эти вот http статус коды они были придуманы именно для http то есть это это стек который говорит о том какие респонзы какие реквест то есть какие ответы протокола какие статусы протокола вы видите надо понимать что вот эти статусы никоим образом не связаны с вашей бизнес-логикой поэтому ok 200 может быть как ok то есть запрос вернулся а если bad request вообще непонятно что там собственно говоря произошло то ли пользователя нет прав то ли у пользователя там не найдена роль то ли нет базе то ли еще что-то ну в общем все вот эти коды их не так уж много и они не однозначно более того они специализированы именно для протокола поэтому использовать их конечно можно и безусловно я не могу на это повлиять но это на самом деле очень неудобно и очень узкий круг использования есть еще один подход который называю всегда окей в общем какое-то времени назад какое-то количество лет назад мы договорились с одним из наших разработчиков на фронте что мы будем всегда возвращать резулт какой-то результат который в дальнейшем назвали оперейшн резалт какой-то результат обработка именно запросов он всегда будет окей то есть что запрос ушел на сервер и вернулся а вот если он не вернулся тогда мы будем уже смотреть непосредственно http статус то есть мы подняли непосредственно на уровень выше обработку бизнес логики при этом мы не исключили использование http статуса суть сводится к тому что если у вас пошел запрос на сервер и вернулся то он всегда окей то есть что все все пошло правильно то есть все получилось но внутри запроса есть типизированный да то есть generic тип который является результатом поэтому резалт и если резалт не пришел от сервера то есть он нул ну или налл ладно то есть он нулевое значение имеет то обязательно есть какое-то поле экзепшен ну и собственно говоря какая-то допустим статистическая данная метадата да в которой писано почему не пришел либо был экзепшен либо там нету прав то есть какой-то специализированный набор объектов то есть набор сообщений которые позволяют и уже обработанную ситуацию обработанные варианты бизнес логики передать на юай и дополнительно их опять же обработать если это потребуется в общем такой подход работает уже несколько ну скажем лет если не больше и он оправдан никаких за ним минусов и не видел кроме того что если у вас есть отладка если вы используете отладку в браузере например при там в 12 да когда вы открываете в браузере код запросов то у вас все реквесты приходят как окей а если бы к реквесте был какая-то ошибка то есть экзепшен вам нужно посмотреть результат ну других других минусов мы в общем то не нашли ну и на самом деле не знаю для меня это не минус хотя мой коллега говорит что это именно так то есть если вы пришли получили экзепшен то это сразу будет видно в списке запросов вы если вы смотрите в отладку браузере а если не использовать этот подход вернее а если использовать тогда нужно разворачивать каждый смотря что конкретно переключилась в общем то если вы отлаживаетесь то вы все равно смотрите за каким-то одним методом они за всеми сразу поэтому ну ладно бог с ним неважно не будем про это говорить давайте перейдем демонстрацию что это и почему и как это вообще так еще честно дам какой-нибудь проект новый пусть он будет создан из шаблона немножко шаблонов которые я часто использую пусть будет такой вот дыма project пойдет смотрите для того чтобы нам начать какое-то движение в сторону демонстрации давайте я создам какой-нибудь класс ну пусть называется пусть называется кар да хорошо теперь давайте создадим также опять же для демонстрации ну пусть будет name пару-тройку свойств которые можно будет манипулировать пусть будет стринг как color наверно name ну и может быть давайте еще одну int ну год выпуска то есть меня все такой вот простой класс нам собственно говоря это чисто для тестов поэтому пока мы закроем и теперь будем писать контроллер который называется ну как вы понимаете cars controller где буквы r вот и сша и так у меня есть контроллер давайте его превратим в реальный контроллер контроллер и так у меня теперь появился контроллер кстати чтобы он совсем стал настоящим контроллером нужно ему сказать что он находится пусть будет теперь здесь мы скажем контроллер неправильно написал вот здесь мы сделаем какой-нибудь метод в общем-то с этого метода давайте начнем и так давайте предположим что у нас есть какой-нибудь action result который нет cars ну пусть будет вот так давайте предположим что у нас есть метод как даже с нуля начнем и настоящие программисты давайте сделаем таким образом что у нас здесь нужно вернуть окей и давайте тогда сделаем вот так нам нужно сюда какой-то результат прокинуть если мы не используем operation result или какой-нибудь другой класс на самом деле разные реализации мы можем вернуть непосредственно коллекции да пусть будет items равен давайте сделаем так car helper какой-нибудь да get car ну или get items вот но теперь нужно этот car helper создать я его давайте давайте прямо здесь и создам public static ну конечно же класс car helper теперь пусть решарпер мне поможет создать объект будет а не номер обли видимо кар вот и здесь делаем но в общем-то заглушку до виктору лист будет так new car и здесь нам нужно заполнить color name пусть будет для начала red дальше сделаем name пусть будет давайте так вот очень абстрактно сделаем car 1 и год будет ну пусть будет вот такой вот старый год вот теперь нам нужно немножечко добавить машин вот таким вот образом я сделаю здесь напишем пусть будет синий для начала 2 3 4 5 6 год будет 11 21 ну ладно ну вот так вот нам повезло здесь будет 2 и здесь будет допустим 8 не знаю что нам нужно еще придумать цвета разные я потом покажу для чего это нужно и допустим блок вот такой вот у нас helper есть нам теоретически пока не нужен давайте проверим что это все работает я прошу прощение что занял время на подготовку надо было конечно приготовиться и в общем-то я могу это все запустить да ну не работает отлично потому что мы вернее я не указал метод хттп get и метод пусть будет такой простой называется action и запустим еще раз так да запустился cars есть get 0 делаем try execute результата нету пусто потому что у нас есть результат мы его не передаем давайте еще раз проверим да вот они наши машины собственно говоря это результат который мы получили этот подход будет работать до тех пор пока у нас не появятся какие-нибудь условия ну и в общем то давайте тогда не мудрство лукава приступим дальше смотрите есть у нас один метод давайте сделаем его другим методом смысле давайте сделаем еще один метод который будет уже один носить и теперь добавим некоторое количество условия ну например если у нас пользователь вот антифа дальний то есть идентифицирован то выдавать ему непосредственно эти все машины а если у них то не авторизован что мы можем сделать можем сказать ли тур бойрыtak может это тот самый вариант который озвучен был в начале видео то есть вот bad request и конечно мы здесь можем написать access denied и запустить приложение сейчас посмотрим как это будет работать давайте вызовем этот метод в общем bad request access denied все как и ожидалось насколько это удобная подход ну ну не мне судить на самом деле если говорить про бэкэнд сторону то в общем то здесь абсолютно правильный подход если авторизован человек получает bad request в общем все обосновано с другой стороны если вы работаете full stack вам приходилось то что вы сделаете на бэкэнде еще и собственно говоря обрабатывать как-то на фронте поэтому существует вероятность того что у вас будут разные типы обработок на разные типы реквестов респонзов ну вернее разный тип вариантов статуса поэтому я например предполагаю что это на самом деле не очень удобно когда у вас унифицированные ответы внутри него есть какой-то operation резал до кота в рапер это мне кажется много удобнее ну для чего что я имею ввиду смотрите давайте я сделаю еще один метод который будет называться что там 12 пусть называется два и мы сделаем немножко по-другому смотрите у меня установлен на этот пакет который собой олицетворяет как раз тот самый оперейшим резалт но он установлен где-то выше но давайте тогда вам вот так покажу есть у нас ноги . орг здесь есть по давайте напишу так здесь быстрее просто найду так где-то здесь есть оперейшим резалт так давайте будем умнее действовать в оперейшим визуалт а вот он называется корт то есть есть реализация и для дот-нета и для дот-нет корт но в общем вот он трещин резалт еще если интересно можно прочитать про этот оперейшим резалт что и для чего нужен я где-то писал статью там есть тоже примеры как это работает но и я не про это хочу говорить я хочу говорить про то что вот этот вот универсальный ответ от всех сервисов от всех ваших бэк-эндов будет одинаково правильно обработан непосредственно на всех фронт-энда в общем если вы будете писать фронт-энд это один вариант если вы будете писать клиенты например для dbf другой вариант то есть и так или иначе это будет везде работать одинаково то есть базовые функции какие-то можно будет вынести непосредственно в сборке ну и в общем давайте я сборку вам показал она установлена где-то в дебрях я кстати не нажал обновить что у нас тут обновляется ну ладно я пока это опущу смотрите допустим у меня есть оперейшим резалт у меня сниппет небольшой который позволяет возвращать создавать уже непосредственно сам оперейшим резалт добавлю до хочу и вот она ну пусть будет такая смотрите я создаю какой-то результат операции что внутри него есть внутри этого вот оперейшена смотрите у него есть обязательное поле окей которое является калькулируемым который говорит если резалт есть тогда окей true и резалт есть и экзепшены нет в общем здесь есть какой-то набор метод данных есть определенный экзепшен до который мог случиться в результате таким образом получается что у меня в результате операции может быть только один резалт это очень важно мне может либо окей либо success либо error либо warning только один тип ну и в общем то давайте наполним как это будет выглядеть в другом варианте смотрите если у меня допустим во первых я вот это вот никогда не делаю я делаю вот так сейчас покажу вот я говорю оперейшим резалт то есть если пользователь не авторизован я говорю добавить error ну или там добавить там инфо или warning неважно что опять же я как разработчик могу решить что мне должен возвращать конкретный конкретный вот метод в данном варианте я хочу допустим что у меня возвращался error и я использовать буду в одну встроенную в этот фреймворк микросервис она вторая с экзепшен вот ну в общем то и тут как бы на самом деле все получается понятно что если пользователь не зашел ой что-то я тут лишнее наделал да конечно то он собственно говоря не авторизован в противном случае если пользователь авторизован я говорю оперейшим резалт резалт равен непосредственно items то есть то что мне нужно отдать и соответственно этот оперейшим отдаю туда смотрите пока на самом деле мы не видим никаких плюсов ну на самом деле их не видно сейчас посмотрим проверим что это работает я делаю cars вот он метод 2 делай декут рай но в общем смотрите мне резалт ноль ок написан фолс методачи написано авторизующий зал вот это вот обычно обрабатывается на юне а вот это вот дополнительная информация которая для дебага для разработчика нужно но и посмотрите здесь какая вот штука появилась тут информация прописалась то есть в логе прописались какой-то путь давайте я сейчас то есть не путь какой-то конкретной детальной информации смотрите если у вас один микросервис ну в смысле один да бэкэнд то особое плюса в этом нет потому что вы отправили запрос получили запрос такое ощущение что там больше ничего не должно быть то есть нюансов вас по большому счету не должны интересовать но если вы используете микросервисную архитектуру и вас запрос вложу вкладывается в другой запрос то вот это вот информация дополнительная она может очень сильно повлиять на том как у вас будет это все обработано то есть то что было выполнено в другом сервисе теоретически существует вероятность перенести этот результат и ваши выходные данные и что вот я вам сейчас хочу показать если я здесь напишу да там препаринг давайте по-русски будем писать под готовка к запросу ну вот такая вот глупая информация пользователь авторизован давайте напишем то есть он авторизован аутентифицирован давайте тогда вот здесь вот я напишу то есть я это все делаю для демонстрации чтобы объяснить как это и что на самом деле когда вы сработаете с бизнес правилами то вот эти вот дополнительные комментарии очень могут быть полезны потому что логика для бизнесовых так сказать для сложных приложений она много многократно сложнее давайте результата ну и чет все-таки неправильно написал неправильно и давайте вот здесь и сделаем пользователь не авторизован в общем смотрите так или иначе вот это вот все можно реализовать таким образом чтобы пользователь попадал ну то есть информация вот этих вот работе пользователя попадала там базу логировать но испарите сейчас мне пользователь не авторизованной меня смотреть идет допустим подготовку к запросу в abscdнают пользовательный приз om до свидания собственно здесь уже есть достаточно количество информации для того чтобы решить чтобы то есть при попытке запроса Isol понимать ему июня пользователь не авторизованkal ALSXW, 앞으로 запросов пользователь не авторизован но и вот я авторизовался посмотрите подготовку к запросу пользователю депутателю авторизованы означаю результат ну это такой частный случай который как бы более простой но и если уже дальше говорить про для того то есть дальше говорить про то зачем ты тут все нужно да давайте создам еще один метод пусть он же номер четыре носит и здесь мы добавим определенное количество параметров да ну например пусть будет у нас параметр string это допустим name ну нет просто название машины будем искать зачем мне эта штука и конечно я не туда толкаю а вы ничего не не подсказываете конечно name и string допустим там color name то есть есть какие-то параметры теперь смотрите давайте предположим что у нас есть какой-то параметры по которым мы можем фильтровать ну и в общем если пользователь авторизован один вариант но я обычно делаю не так я разворачиваю условия таким вот образом ну а дальше уже делаю обработку теперь следующий вопрос и если допустим name у меня не так если string из ну рэнки name то есть если у нас есть параметр который задан через name то есть поиск мы тогда делаем что нам нужно не просто определить количество записи то есть это нужно сделать вот в это то есть до того как отфильтровать нам нужно еще сделать такую штуку я могу сказать что этот у меня ну давайте предположим ну смотрите меня она возвращает а и номер был ой ну да а и номер был вот давайте предположим что мне идет запрос базе и там возвращается а скай ривол то есть именно querible запрос соответственно я могу дальше продолжить формировать дерево запроса то есть я могу сказать если у меня name не задано тогда items равен items где и сказать что у меня там name то есть name у меня уникальный, давайте будем считать его уникальным где у меня name равен что там, name то есть понятно, да, то есть я уже приступил к какому-то формированию непосредственно запроса я фильтрую данные и соответственно опять же я могу сказать что если мне name не найден я могу сказать operation append log в общем-то не важно что здесь будет написано фильтруем давайте так вот напишем фильтруем по по имени вот ну и в общем если я теперь это все запущу можно теперь поставить запрос дополнительные параметры для фильтрации я предыдущую закрою здесь введу логин пароль чтобы стать авторизованным теперь открою четвертый метод и у меня появились параметры я сделаю допустим car один с пробелом было вот ну и результат не заставляет тебя долго ждать есть результат подготовка запроса фильтруем по имени то есть вот эта вот штука она на первую сгрядь совершенно не нужна и возможно может быть даже излишне но когда я вас уверяю когда вы будете разрабатывать межсервисный микросервисный так сказать архитектуру и общение микросервисным вот это вот станет для вас спасением потому что вы тогда точно будете представлять что происходит особенно когда речь идет кросс серверный то есть не когда клиент дергает а когда сервис дергает другой сервис ну и раз у нас есть фильтрация по имени давайте тогда сделаем еще другой вариант можем сказать если у нас есть задано задано свойство калорный тогда мы сможем по сказать по цвету что-то написал не то цвету вот и собственно здесь можно добавить калорный равен калор нэм вот и здесь у нас даже можно уже будет варьировать то есть я сейчас запущу какой там у нас цвет был сейчас посмотрим один момент он черный и красный вот красный, синий и черный отлично давайте вернемся в этот я старый закрою закладку в новой снова авторизуюсь откроем кар посмотрим давайте напишем большую букву red выполним запрос ну и как видите у нас появились только три красные машины и соответственно информация подготовка к запросу по цвету пользователь авторизован разрешаем результат все нормально сюда же можно внести допустим найдено сколько записей и там например вот по такому примеру я могу сказать вот таким вот образом и сказать а это скаунт например нет скаунт в общем я думаю что я понятно объяснил как это примерно и для чего это вообще строится объясню еще раз смотрите ключевой момент в том что когда вы делаете простые приложения вам вот это вот реально не нужно это только усложняет все но рано или поздно любое приложение стремится к росту запросы бизнеса все время растут и если вы делаете серьезную систему то есть межсервисных каких-нибудь запросов то максимальное количество информации вам поможет избежать большого количества лишнего кода так что-то у меня тут не получилось давайте посмотрим что она говорит не хватает а скобка лишняя ну конечно это неправильно давайте проверим что это работает в общем в эту вот информацию operation result можно вкладывать любого типа информацию это не будет ни хорошо неплохо это будет по-другому и это ускорит и упростит на самом деле разработку приложения то есть когда любое место имеет какое-то описание того чего оно делается ну как минимум это и читается лучше и логируется ну и в общем мы вот видим какое количество вернулось сколько машин вот ну в общем я призываю вас использовать этот подход не столько прям там там супер экстра мега большая выгода от этого но тем не менее некоторый профит от этого все-таки существует ну и на этом наверное с вами попрощаюсь в общем-то я всегда использую operation result ну единственное наверное давайте я вам еще покажу как это сделать смотрите вот этот вот этот реквест и все респонзы которые были сейчас они возвращают action result это обобщенный тип по большому счету не имеет значения что мы здесь должны вернуть но я бы еще порекомендовал делать вот такой вот вариант давайте опять же скопируем этот вот и смотрите я сделал номер 5 но я сделаю тип возвращаем результат от другой здесь у меня есть класс базовый класс action result и я у него есть возможность указать generic тип то есть я здесь указываю operation result и я могу здесь сказать i innumerable cards то есть получается что я когда указываю точно что я хочу что от меня требуется я по такому же принципу создаю и operation result и то есть возникает меньше путаницы то есть в данном варианте что я должен вернуть непонятно потому что я могу вернуть все что угодно ну а когда указывается generic тип тогда как бы как это сказать дисциплинирует в некотором случае разработчика и можно более понятно написать код в общем смотрите в чем разница то есть когда использую смотрите явные указания то у меня есть такое указание то есть информация о том что я жду на выходе эта схема показывает что я жду в operation result более того я могу развернуть посмотреть что там из чего это состоит если уж совсем сложно а когда у меня есть нет описания вернее дженерика то у меня в результате ну в общем-то как вы видите ничего нет во первых когда есть типизация то и управлять этим проще и видно более наглядно и свагер в данном случае достаточно подробно описывает что какие поля должны быть какого типа ну опять же на ваше усмотрение как вам будет удобно ну и на этом наверное я думаю нужно закончить будут вопросы пишите если вы используете какие-то другие подходы мне бы тоже было бы интересно об этом узнать давайте обсуждать а вам я желаю всего доброго и до новых как говорится встреч до новых встреч